Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Изменить свою жизнь, мои дорогие. Как же я рада видеть вас на своем канале. И сегодня 22 число, и как обычно, мой отчетный день. И что же произошло за месяц моего кетопитания, которое я продолжаю уже третий год. И могу сказать, ничего не произошло, мои хорошие. Похвастаться мне нечем. И за месяц я не скинула ни килограмма, ни 100 грамм и так далее. И в параметрах я осталась та же самая. В течение месяца 4 дня у меня было разгрузочных. И что могу сказать. Разгрузочные дни у меня были на воде. На следующий день у меня было минус 300-200. Было даже 500. Но через дня 2 у меня вес опять возвращался на 67 килограмм. С чем, как это связано, что происходит. Колораж я свой не меняла. Все соблюдаю. Ну, могу сказать, что да, у меня все-таки, наверное, физические нагрузки. Они такие сейчас. Не каждый день прохожу свои 10 тысяч шагов, потому что у нас холодно. Сегодняшняя ночь была минус 28. Это в Москве. Можете себе представить, холодильник какая. И поэтому, возможно, физически... Невозможно, я уверена, физические нагрузки очень большую роль играют в процессе похудения. Возможно, мой организм действительно так свыксался. Вот он 6 месяцев у меня 67 ровно. Мои разгрузочные минус 200-300. И даже было 500. Дня через 2 у меня опять он остается на 67. Я боюсь как-то что-то прям серьезное предпринимать. Хотя от своей цели я не отхожу. Хотя бы до 65. Я просто обязана дойти. И поэтому буду стараться больше ходить. Все-таки разгрузочные дни также под средом. Каждую среду у меня разгрузочный день. Завтра вторник. Значит, 24 у меня будет опять день на воде. Добавлю свои физнагрузки. И все-таки я думаю, что это связано с физическими нагрузками. Связано с тем, что у меня есть нарушение сна. Вот это... Вот чем грешу, про то и говорю. Поэтому надо все как-то нормализовать. Как-то доводить до ума. Очень хочется. Возможно, действительно, организму в этом весе очень комфортно. И все может быть. Многие пишут, зачем, Лена, вы продолжаете худеть. Вам и так все хорошо. Ну, тем не менее, мне очень хочется дойти до 65 однозначно. Потому что, ну, я моя хорошая, я вижу себя в зеркало, я вижу свои погрешности, что я хотела бы. Хотела бы, конечно, похудеть еще. И от 60 я, конечно, килограмм не отказываюсь. Но и пугать свой организм какими-то дополнительными нагрузками мне не хочется. Вот единственное, я остаюсь на том же колораже. Я также продолжаю делать разгрузочные дни. Я буду перед каждым ужином выпивать яблочный уксус. Я попробую. Я буду очень стараться нормализовать свой сон. И буду двигаться дальше. И очень надеюсь, что у меня это все равно получится. Потому что полгода я удерживала умышленно. И, возможно, вот этот вот мой умышленный шаг ничего хорошего и не дал. И просто организм так свыкся, ему так комфортно в моем весе, что он не собирается дальше ничего терять. Это видео не хочется затягивать, потому что мне перед вами похвастаться нечем. Но я планирую в ближайшие дни провести прямой эфир. Поэтому, мои дорогие, готовьте свои вопросы. Помните, и под видео задавайте. Я отвечаю всем и всегда, если даже с опозданием, но отвечаю всем, мои дорогие. Под этим видео также оставлю свои параметры, свой вес на сегодня, которые у меня без изменений. Так же, как и в параметрах. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Кто зашел и до сих пор не подписан. Не забудьте подписаться. Будем худеть вместе, будем худеть с большой друг другу помощью. Я очень надеюсь, что девчонки, которые на моем канале, ну, очень искренне друг другу помогают. И это дорогого стоит, за что всем вам огромное спасибо. Итак, мои дорогие, кто зашел и не подписан, не забудьте подписаться. И все, мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока.